Итак, удалось, наконец, организаторам преодолеть проблемы с табло. Дэвид Марканата и Алексей Саврасенко друг против друга. Спорный мяч. Карл Юнгенбрандт его вбрасывает и Наварра. Оказывается, первым Смодиш пытается отобрать мяч у него внизу, но не выходит. И с атаки Барса начинается первая четверть. Грегор Фучка. Смодиш далеко выходит за ним на периметр. Грегор Фучка. Тот самый человек, 21 очко было на его счету в матче в полуфинале Евролиги, который проходил в Барселоне. Сегодня, наверное, не стоит ожидать от него таких подвигов. Годы постепенно берут свое. Но неприятностей от этого человека ждать приходится всегда. Свои 10 очков он наберет, да еще и острый локоть не раз и не два найдет. Ребра и челюсти наших парней в борьбе под кольцом. К этому им нужно быть готовым. Холден! Мажет Холден. Холден защищается против Навара. Задача Холдена не дать получить мяч этому игроку. А у Барконата Саврасенко смотришь Фучка. Ох, какую отличную передачу Фучка отдавал. Вильямс не готов был к приему этого мяча. Вантерпол в быстром прорыве не лучшим образом действует Дэвид, но исправил свою ошибку. Позиционный атака в исполнении армейцев расставляет своих партнеров. Дэвид Вантерпол просит оставить ему сторону против Фучки. Здесь нужно воспользоваться своим преимуществом в подвижности, но не лучшим образом это делает Дэвид. Да, напряжение очень высоко. Нужно сейчас игрокам ЦСКА войти в игру, немножко успокоиться и важно забить 2-3 мяча для того, чтобы игра так перетекла в более плавное русло. Потому что ни ЦСКА, ни Барса пока хорошего нападения не показывают. Будем надеяться, что ЦСКА это удастся первыми. Ван Карлос Навара мажет, а Дэвид Марконата получает персональное замечание. Придерживал он кого-то из наших в борьбе под щитом. Сам Марконата показывает, что его держали за майку и едва не разорвали ее на нем. Но арбитры не обращают внимания на эти излияния Марконата. ЦСКА, ЦСКА. Прекрасно слышим мы армейских болельщиков. Лэнгдон. Вантерпул пытается сыграть на позиции центрового против Шеманда Вильямса, но не смогли ему доставить мяч. И вновь теряет мяч Дэвид. Вильямс берет инициативу на себя и в раннем нападении. Фучка выигрывает щит и вновь на периметр. Очень многое для обеих команд зависит от действий игроков периметра. Большие и в ЦСКА, и в Барсе играют в основном вспомогательную роль, которая становится ключевой при игре в защите. Игра в защите 100% определит сегодняшнего победителя. ЦСКА очень силен в этом компоненте. И будем надеяться, что защитники наши смогут погасить атакующий порыв лидеров Барселоны. Но пока Фучка ставит блокшот Смодишу и Хуан Карлос Навара в быстром прорыве. Зарылся он в этой атаке, но все-таки скинул мяч в сторону Фучки, который его с полу подобрал. И позиционная атака Барсы. 12 секунд остается у нее еще на владение. Фучка на периметре продолжает вытягивать из-под кольца Смодиша. Вильямс движение по лицевой, скидка на марконата. И тот точен со средней дистанции. Да, два броска подряд ЦСКА пропустило. 4-0 мы проиграем. Но ничего страшного, конечно же, не произошло. Настораживает немножко, что три минуты почти что не можем забить. Настораживает то, что ни одного броска без сопротивления армейцам пока в нападении произвести не удалось. Вантерпул чересчур, пожалуй, тянет одеяло пресловутое на себя. Хорошо, Саврасенко. Браво, Леша. Здорово отработал на подборе и дал шанс ЦСКА еще одну атаку сделать. Смодиш против Фучки. Далековато от щита. Вниз на Саврасенко. Марконата против того. Очень жестко действует Марконата. И Фучка. Похоже, нравится ему быть злым гением армейской команды. Вновь оказался он в нужное время в нужном месте. И смахнул мяч с душки после броска Саврасенко. Вильямс вроде Вантерпула. Фучка наверху. Вниз не опускается. Абсолютно вытягивает смотрище. Дает возможность Марконата поставить заслон для Вильямса. Двойка. Вильямс Марконата. Вильямс один. Остается три очка. Нельзя давать Вильямсу разбрасываться. И вынужден Этера Миссина взять тайм-аут. Шемен Вильямс тем и хорош, что может похоронить любого соперника. И тем плохо, что может похоронить свою собственную команду. Но пока все у него складывается неплохо. Вантерпул продолжает действовать на позиции разыграющего Вильямс. Там довольно агрессивно против него защищается. И вновь неточная передача Марконата. Спасает этот мяч улетающий за лицевую. И контратака Барсы. Вильямс против Вантерпула. Фучка занимает позицию в усах. Но вот сейчас с Марконата у них здесь легкое недопонимание. Вантерпул Фучку за майку придерживал. Браво, браво, Дэвид. Убегает быстрый отрыв. Но очень быстрый. Очень быстрый. Навара успел сфалить в центре площадки. Нет еще, естественно, четырехкомандных замечаний у ЦСКА. Этот фол в пользу провинившегося. С другой стороны судей просит Матьяша Смодриш вынести мяч. Смодиш выносит мяч из-за боковой линии. Матья Смодиш. Один из немногих игроков в истории Евролиги. Который выходил в финал четырех в составе трех разных команд. С Киндером в 2002-м. Со Скипером в 2004-м. И вот в этом году с ЦСКА. Четыре с половиной минуты. Армейцы никак не могут набрать ни единого очка. Лэндон берет инициативу на себя. Не точно. Вильямс выигрывает подбор у Смодиша. За голову нашему мощному форварду улетел мяч. И Смодиш. Вильямс практически едва оторвавшись от земли. Этот мяч подобрал. Вильямс, кстати, может. У него не проблема. Наконец-то мажет. Браво, Леша. Саврасенька после двойки. Остался он против Вильямса. Естественно, Вильямс быстрее. И выбросить он успел. Но помешал Алексею ему это сделать. А на скамейке запасных мы видим Сергея Панова и Тадораса Пополукаса. Эта пара должна что-то вести. Какую-то перемену в игру. И Батяш смотришь. Открывает счет для ЦСКА. Смодиш открывает счет. И тут же Панов отправляется обратно на скамейку. Видимо, Смодиш и хотел менять Эта Ремесина. Но вот забитый мяч вынуждает его пока предоставить Славенцу еще один шанс. Теодорас Пополукас готов войти в игру. Дэвида Вандерпула меняет Теодорас. Не все получилось у Дэвида в дебюте этого матча. Но вот мы смотрим, как армейцы по истечении практически пяти минут игрового времени забиваются и первые два очка. А в этом матче. Но посмотрим Пополукас. Прекрасно знаком ему Шэмон Уильямс. Сразу пытается прихватить американцев. Ох, как Лэнгдон. Выкатывается за Навара. Но тем не менее. Навара. Толи секунды хватило Навара, чтобы поразить цель из-за дуги. 10-2. Барса впереди. Очень быстрый бросок. И ничего не смог поделать. Лэнгдон отвечает тем же. Но мажет. Делефуэнто успел поставить руку. Закрыть видимость Лэнгдону. И не попал тот. Фирменная бомбочка в исполнении Навара. Целин не достигает. Это самый парашют, которым всю Европу измотал Навара. Но не получается у него. И слава богу, что не получается. Смотришь издалека мимо по полукасу. По полукасу на подборе. Давай Тодорос еще один. Второй подбор. Да, Телло по полукасу. Два подбора в нападении. Пусть подпорчена статистика попаданий с игры. Бог с ней. Как Заправский и мощный форвард отборолся на подборе номинальной разыгрывающей армейской команды. И что здесь? Делефуэнто получает фол в нападении. Обхватывал он Лэнгдона за спину в момент постановки заслона. И отдают в суде мяч армейцам. Душка Иванович, естественно, недоволен. Кстати, вот еще одна деталь. Душка Иванович в прошлом году в полуфинале обыграл ЦСКА. Но тогда его командой был ТАУ. Теперь Барса Душка Иванович имеет шанс присоединиться к когорте величайших деятелей баскетбола, которые выигрывали Евролигу в роли игрока и тренера. Две победы в составе югославской югопластики на счету Душка Ивановича в 89-м и 90-м году. Ну а всего таких игроков, которые выигрывали Евролигу, и игроком и тренером три. Это Светислав Пешич, который в 79-м году стал победителем с Босной Сараева как игрок из Барселоны в 2003-м как раз в роли тренера. Орденако Лучичан и Лоло Сайнц. Орденако Лучичан в 61-м и 63-м году выигрывал как игрок ЦСКА и в 69-м и 71-м как тренер. Ван Деншпигель появился на площадке и в нужный момент. Да, Марганата сфалила. Не все хорошо в сезоне было у Ван Деншпигеля с фолами. Но еще раз повторимся. Сегодня, сейчас, как сегодня сыграет каждый из игроков ЦСКА, от этого зависит результат команды. Иван Деншпигель превосходит самого себя. Два из двух. Браво, Томас. Будем надеяться, этот локальный успех вселит в него уверенность. Пока против Марганата защищается. Делефуэнто удается выкатиться под кольцом. Ой-ой-ой. Марганата втыкает мяч сверху, невзирая на сопротивление Ван Деншпигеля. И подбадривают, подбадривают своего товарища по команде, по полукасы Смодиш. Давай, давай, Томас, ты сможешь. Смодиш отправляется на скамейку запасных и Сергей Панов. Ровно 10 лет назад Сергей Панов впервые вместе с командой вышел в финал четырех. Так и не довелось пока нашему прославленному ветерану сыграть в решающем матче за титул. Но будем надеяться, это дело не столь отдаленного будущего. Марганата забивает бонусный штрафной. И 13-6 барса впереди за 2,58 до конца первой четверки. Супер пас по полукасы на Ван Деншпигеля, но судьи фиксируют фолл со стороны Фучки. Нет, Марганата получает персональные замечания, причем тут же принимается он апеллировать к Юнгенбранду, показывая, что его коллега определил аут. Но Юнгенбранд на то и главный судья, чтобы принимать более весомые решения. И Марганата отправляется на лавочку, вместо него Кокеусис. Третий фолл у Марганата уже в первой четверти. На самом деле это на руку ЦСКА. А Кокеусис тоже чемпион Европы, как и наш Тадорас Популукас. Сейчас два чемпиона Европы 2005 года будут противостоять друг другу. Оба очень классные игроки, от Кокеусиса можно ждать больших неприятностей. А Вандерстиль забивает третий подряд штрафной. Четвертый, к сожалению, не сумел. Панов чуть-чуть уступил на подборе другому супер-ветерану Грегору Фучке. Панов, кстати, этот сезон проводит здорово. Не случайно аналитики Евролиги отметили его как игрока, который... Браво, Панов, браво, браво! С годами только лучше. И сейчас Панов блестяще играет на перехвате. Отличный пас Популукаса, но не доходит до Вандершпигеля. С отскоком от пола отдавал Популукас. Передачу по себе, конечно, такому высокому игроку, как Вандершпигель, тяжело было ее поймать. Но вынужден был рисковать. Ну а здесь Панов обокрал Фучку, отомстив ему за микроэпизод, случившийся под чужим кольцом секундами ранее, Популукас. Да, эти два игрока на высочайшем уровне играют. Что Грегор, что Сергей. Очень долго. Наверное, по 10 сезонов уже Евролиги провели, может быть, больше. А сейчас судьи, похоже, не засчитывают мяч, забитый Лэгденом. Ну, раньше там сфалил Делефуэнто. Также он недоволен, пытается предъявлять претензии арбитру. И в итоге отправляют его на скамейку объединенными усилиями. И вместо него Джан-Лука Базилия. Уже пять командных замечаний. Шестое у Барселоны на линии штрафных. Лэгден первый точно. И Лэгден набирает свое первое очко в этом матче, немножко сокращая. Разрыв в счете. Минус пять у армейцев. И минус четыре. Следом, после второго попадания Лэгдена с линии штрафных, Вантерпол возвращается в игру вместо Лэгдена. И посмотрим. Вантерпол берет Базилия с Панов, с Кокеусисом. Кокеусис очень опасен. Несмотря на довольно высокий рост. Два метра семь сантиметров. Очень хороший у него дальний бросок. Уан Карлос Навара в проходе. И довольно жестко там Холден фалит в дебютной фазе. Правильно делает, потому что был свисток, а Навара пошел забивать мяч. Наверное, Джону Роберту нужно было чуть-чуть помягче это сделать. Но то, что он не дал после свистка мячу опуститься в корзину, это на руку. Как приклеенный Джон Роберт Холден, играя с Карлосом Наваром, нарушая все законы геометрии баскетбола. Практически в 4-4 играют баскетболисты. А вот сейчас они поменялись. Вот здесь серию заслонов получил Навара. И вантер, пол на периметре, обокрал Навара. И по полукасу на биви. Право, Танера, справа. С выходом Танера, с его полукаса оживилась игра ЦСКА. Абсолютно точно. Не могли бы долго ничего забить. Первые два очка забили только на шестой минуте. Вот уже этих очков 11. И всего на два отстаем мы от Барселоны. Ну и в защите нужно продолжать работать в том же духе, как это удавалось армейцам в последних трех атаках Барсы. Базилия. Вантерпул за ним выкатывается из-под заслонов. Здесь разбегались Базилия против Вантершпигеля. И сдольной вантерпул. Браво, браво. Падай, падай, падай. Браво. Отвоевали мяч и по полукас. Вновь в быстром прорыве. Эх, не забил Тео. Очень тяжело. Здорово там сыграл Навара. В последний момент встал на пути у греческого разыграющего. Не смог его обогнуть по полукас. Ай-яй-яй. Ну, на публику немножко сыграл Навара. Можно было так не падать. Посмотрим, был в полу или нет. Мне показалось, что не было. По крайней мере, хочется этого, чтобы его не было. Но пока нам повторяют блестящее действие в обороне Дэвида Вантерпула и прорыв по полукаса. Два штрафных Ван Карлос Навара исполнит. И Трэджин Лэндон готов вернуться в игру. Пока занимает он место у судейского столика. Точен Навара в первой попытке. Но штрафными у него всегда было все в порядке. На больше 80% он лучше в Барселоне по этому показателю. И два кладет точно в цель. Замена Трэджин Лэндон меняет Джона Роберта Холдена. И теперь, наверное, он будет против Навара защищаться. А Вантерпулл на позиции первого номера против Вильямса. Здесь логично, что полукас занимает позицию в высах. Может он против Базилии поцентрить. Преимущество у Роси там очень серьезное. Вантерпулл против Вильямса. Это тоже вариант. Но, правда, быстрее все нужно делать Дэвиду. Угрожает там походом на подстраховку Базилии. В итоге изгружает. Браво, Вантерпулл. Но вырывает наш мяч Панов. И фолл на Панове получает. На самом деле игра вся сегодня будет стать из маленьких-маленьких эпизодов. И в каждом из этих эпизодов нашим нужно выигрывать. Как сейчас. Как упали за мячом. Как сейчас Вандерспигель боролся. Как Сергей Панов получил эту передачу, которую выцарапал в Вантерпул. И если мы будем в каждом отрезке отдаваться так, то Барсы никуда не денутся. Последняя минута. Первой четверти у нас идет. 54 секунды до конца. Панов реализует первый штрафной. 15-12. Барсы впереди. И действительно, Лэндон как приклеенный. К плану Карл Суновара. Стоят они на трехочковых вблизи армейского кольца. Панов дважды точен. Нужно, очень нужно отзащищаться. Сейчас не позволить Барсе забить. Пополукас против Вильямса. Очень хорошая заслону ставит Фучка. И ничего не остается Вандерпулу, как фалить. Хотя, мое мнение, что Фучка двигался немножко. Но очень опытный игрок и хитрый. А вот Сойска это третий командный замечание. За лицевой выносит Барса. Кладут арбитры мяч и начинают отчеты. Вот теперь, как ошпаренные барселонцы бросились выбрасывать этот мяч. Нет. Очень странно наши разбирались в защите. Такое впечатление, что судейское решение стало сюрпризом. И для нас в итоге против Хуана Карл Суновара рядом. Оказалось, где был Лэндон, непонятно в этой ситуации. Очень обидные три очка мы пропускаем из-за несогласованности в обороне. Очень хороших заслон получил Пополукас. Попытается Базилия обыграть спиной. Браво! Теодорус! Браво! Посмотрите, как быстро он это сделал. Очень красивый эпизод. Но последняя атака в этой четверти за Барселоной. Уильямс обостряет против Пополукаса. Ванденшпигель не пошел на подстраховку. Посчитал он, что сделает скидку на Фучку. И просчитался. Ну что же, первая четверть позади. Ничего страшного не случилось. 20-15. Барселона пока впереди. Мы продолжим после паузы. Оставайтесь с нами. Никита Курбанов меняет Сергея Панова. И, может быть, с ним быстрые ноги. Горячий парень, нехрабрый, ничего не боится. В некоторых матчах Евролиги показал себя. Удачи тебе, Никита. Лэндон защищается против Навара. Пополукас с Базилия. Но пока, кстати, с Базилия нам удается справиться. Впрочем, трех очковит один он все равно забил. Уильямс против Лэндона. Мучает буквально финтами нашего... Нашего Трэджина и все-таки мажет Курбанов. Забирает подбор по полукас. Позиционное нападение у армейцев. Двоечку со Смудишем играет. Но Матиш неакцентированную заслон поставил. Но, впрочем, разменялись все равно игроки Барса. Но вот сейчас произошел обратный размен. И уже Трайс против Смудиша. А до этого Уильямс его опекал. Ну, вправо Джон Роберт Холдон. А вот Трайс убегает в отрыв. Испеет или нет? Ну, не так же. Ну, что такое? Такой здоровский трехочковый забил Холдон. И такая досадная ошибка. Лэндон погладил буквально своего оппонента в этом эпизоде. И с фолом мяч Трайс забил. Здесь не подстраховали, похоже, Холдона, который атаковал из угла на позиции разыгрующего. Страховать быстрый прорыв было некому. И воспользовались испанцы по центру. Провели разящую контратаку. И вот так имеет возможность тремя очками на наши три ответить. Любопытная техника у Трайса. Довольно долго готовится он к исполнению этого штрафного мажет. Минус 9 у ЦСКА за 2.22. До конца первой половины встречи. Холдон получает слева мяч против Навара. Вниз на Смодиша. Здесь вдвоем готовы его бессинговать. Курбанов из-за дуги. Но Никита, наверное, не своим делом он сейчас занимается. Да, по логике атаки правильно было это прошло. Конечно, конечно. Концентрируется очень здорово. Очень здорово концентрируется игроки Барселона вокруг нашего центрового, любого центрового или маленького игрока внутри. Трехсекундная зона не дает возможности выбросить. Обыграв одного игрока, сразу получаешь подстраховку. И нужно скидывать на периметр. Просто забей, Никита, и все было бы здорово. Но это такая тонкая материя. Бросок забил герой, не забил. Подвергается это суровой аналитике. В данном случае, наверное, все-таки, опять же, лучше бы, чтобы в этой позиции, где находился Никита Курбанов, был холден или пополуказ. А Никита нужен под щитом бороться за эти отскоки после логичных бросков, которые никто не спорит. Ладно, эпизод заигран. 2-0-1 до конца. Да, Уильямс забивает два штрафных и вновь делает преимущество довольно весомым своей команды. 36-25 за минуту 57. Холден получил ряд заслонов по лицевой, но успели там за ним выкачаться. И вновь Курбанов атакует, мажет. Молодец, Смодиш. Браво, Смодиш, браво. Опять Никита атаковал по делу. И хорошо, что атакует. Слава богу, что Смодиш подобрал. Потому что если он будет играть только в отдаче, от него начнут страховать, и тогда толку не будет нападение. А вот это... Нам бомба. Усполнение очередное. Но пока фирменные броски у Навара не идут. И Траес срывает нашу атаку быстрым, так называемым, тактическим фоллом. Очень хорошо, что он свалил на Лэгдоне. Лэгдон сейчас два штрафных будет прибивать. И будем надеяться, забьет. Выбрала и та, и другая команда. Лимит командных замечаний в этой четверти. Смотрим мы... Видели мы повтор сначала на телеэкранах. Но сейчас на большом табло показывает эпизод, в котором Смодиш выиграл борьбу за щитом. Никого не оказалось рядом с ним. Молодец, матеш. А игроки Барселоны требуют, чтобы Курбанов бил штрафные. Хотя абсолютно точно там не Курбанов было, а Лэгдон. Это уже такое на психику давление. Но тут, по-моему, все приемы хороши, кроме ударов под их. Все-таки это баскетбол, а не бокс. Но посмотрите, Фучка останавливает мячик. Отбрасывает его два раза. Игроки Барселоны доказывают судям, что должен другой наш игрок прибавить. Шрафные, но Лэгдон точен дважды. И минус семь. Очень нужно отбиться сейчас. Холдон против Уильямса. Кокеусис на периметре. Здесь все понятно, ничего необычного. Лэгдон против Навара. Базилий пошел по лицевой. Павалукас не успел. Наделся на заслон Трайса, но мажет Базилия. Ставит хороший заслон, но двигается. Игроки Бастры Барселоны не видят этого судья. Поэтому чуть-чуть Павалукас сейчас не свободал фол. Под кольцо Тео забивает. Браво! Павалукас! Фух! Ну чуть полегче. 36-31. И еще штрафной за минуту и одну секунду до конца тайм-аут. Берет Душка Иванович. Очень такая легенькая пятерочка-то у Барса. Но так у нас тоже не очень тяжелая. Самый высокий игрок у нас Модиш и Курбанов. Папас мажет, к сожалению, бонусный штрафной. И там чуть-чуть не хватило Смодишу, чтобы удержать этот мяч отскочивший от передней дужки. Ну что, пока получается на концовку две атаки Барса против одной нашей. Нужно отбиваться. По 24 секунды они, может быть, будут короче, но посмотрим. Навар очень красиво показывал, как его фалят. Но, тем не менее, отличную скидку на Траесы делают. И тот тяжеленный мяч из-под кольца забивает. И некому, некому бросить мяч. Папалукас, вот Курбанов открылся в центре площадки. Водится ему как раз ни к чему абсолютно. Разбил этот спонтанно случившийся прессинг Барселоны. Папалукас. Едва здесь Базилий не подставился под нашего защитника. Холден под кольцом. Молодец, Сон Роберт! Еще один бросок с фалом наши забивают. Хорошая традиция. Надо бы еще ими же трехочковыми, только из-за дуги, подбавить. Как раз Джон Роберт Холден-то один забил, а больше пока нет. Но еще не вечер. И весь зал сканирует в ЦСКА хорошая акустика. Пока болельщики Барселоны молчат. И болельщики Макаби просто смотрят за происходящим. Крики ЦСКА слышны в зале. Их слышат наши ребята. Ну вот, второй раз подряд мажем их. Штрафной, но второй раз подряд взмодишь. Здорово на подборе. И на этот раз более успешно, чем в предыдущей попытке. На этот раз свалили на нем. И Матиш теперь пробьет два штрафных. 16,5 секунд будет на ответ у Барсы. Да что же это такое? Третий подряд штрафной мажут армейцы. Неужели? Нет. Я даже не хочу вспоминать об этом. Это все уже пройдено. Новая жизнь, новый тренер. Команду та же ЦСКА. И она может победить и должна. Браво, Матиш. 38-34. Барса пока ведет. И 10 секунд до конца. Второй четверти остается. Вильямс против Холдуна. Качает такой своеобразный маятник Шемот Вильямс. Обостряет под кольцо. Сам с отвалом. Не точно. Браво, Коболукас. Выигрывает щит. Но времени на ответ, к сожалению, у ЦСКА не остается. Ну что же. Первая половина позади. 38-34. Барселона пока впереди в поединке с армейцами. И Торе Этрамесина выскакивает на площадку. И лично жмет руку всем игрокам пятерки, заканчивавшей эту четверть. Ну что же. Есть за что. Оставайтесь с нами. И ни одной передачи не отдали армейцы друг другу. Ну и нужно добавлять в обороне 5 из 10 броски из-за дуги в исполнении Барсы. Фучка один из героев первой четверти. Ни одного броска по кольцу не совершил. Но 5 подборов на его счету. 2 перехвата и 3 блокшота. Вот это Фучка. Сыграл 16 минут 15 секунд заслуженный ветерал. Дальний отскок прилетает к Кокеусису. И быстренько кто у нас на площадке. У Барса Шэмонт Уильямс, Жалука Базилия, Кокеусис, Фучка и Торнтон. Торнтон провел на площадке в первой половине совсем немного. 5 минут, но 2 броска с игры из 2 забил. А вот ССК это Холден, Попалука Смодиш, Лэгден и Сергей Панов. Да, по-прежнему без номинальных центровых продолжают играть армейцы. Торнтон встает на линию штрафных. Лишь 6 бросков из статичного положения баскетболисты Барселоны произвели. В первые 20 минут встречи 5 реализовали. Ну что еще по статистике Уильямс, самый результативный игрок в составе обеих команд. 11 на его счету по 8 набрали сразу 3 баскетболиста. Это Фуан Карлос Навара у Барса и Попалука Смодишем у ЦСК. Дважды точен Торнтон, минус 6 у армейцев. Смотрим, как будет развиваться эта атака. Холден атакует через руку Торнтона не точно. И Фучка здорово отсек с Модиша, не пустил его к счету. Барса идет вперед. Торнтон против Попалукаса. Вновь будет обыгрывать внутрь. Здорово Тео из-за спины успел задеть мяч. Сорвана атака, но тем не менее Барса продолжает владеть мячом. 15 секунд у них на владение мячом осталось. Вильямс, Вильямс, Фучка, Холден. Торнтон вновь против Попалукаса. Вновь обыгрывает под кольцо. На этот раз бьет со средней. Браво, Сергей, Панов. Забирает этот мяч у Фучки. Браво, Сергей, устоял. Очень непросто было Панову в этой ситуации. Из-за головы буквально вытягивал он мяч, на котором повис Фучка. И Фол здесь получает седьмой номер Барселоны. Это у Фучки второе, если я не ошибаюсь, персональное замечание. У Дениса Марканата таких замечаний уже три. Лэгдон из-за дуги мажет. И Панов не может подобрать мяч. Вильямс медленно переходит в свою половину поля. Но торопиться испанцам некуда. Все у них очень неплохо получается в позиционном нападении. Ну и, шутка сказать, четыре баскетболиста из находящихся на площадке могут выпалить из-за дуги. Действительно, я не оговорился четыре, потому что как Торнстон пока был темной лошадкой в этом компоненте. Но вот, пожалуйста, точен он в своей трехочковой попытке. И 43-34. Вновь небольшой голевой затык у ЦСКА на старте. Третьей четверти. Пять минут. В первой десяти минутке мы играли без очка. И вот уже почти две минуты в третьей. Второй фолл у Барселоны в этой четверти. Смотришь на Панова. Фучка очень активно там защищается. Машет своими длиннющими руками. Лэндон забирается под кольцо. И Фучка очередной блокшот. Да, ну четвертый блокшот ставит Грегор Фучка сегодня нашим игрокам. Причем пострадали от него и Панов, и Лэндон, и кто-то еще. Но вот это классический случай, как игрок может доминировать на площадке, не набирая очков. Вот сейчас Фучка сделал свой первый бросок в этом матче. Но сколько пользы принес он команде своими действиями в обороне. Уже к этой минуте, да. Очередное позиционное нападение в исполнении ЦСКА. Холдена запускают по лицевой. Два заслона. Джон Роберт не атакует с дистанции Панов. Коронный полукрюк левый мажет. И Торнтон на двоих с Кокеусисом забирает этот подбор. Никита Курбанов появляется на скамеечке запасных. Очевидность Сергея Панова он заменит. Торнтон на грани потери. Контролирует нэш на периметре. Атакует, смотришь. Давайте, ребята, давайте. Совсем Торнтону не хватило чуть-чуть. Для промаха здесь Базилия останавливает полетевшего под кольцо Джона Роберта Холдена. Тактический фолл. Третий он команду. Барса в этой четверти. Минус девять у ЦСКА. От ЦСКА три минуты и три секунды. В начале третьей четверти не может набрать ни одного очка. Так, Курбанов действительно меняет Сергея Панова, армейского капитана. Который пятый раз вместе с командой принимает участие в финале четырех. Сходишь, мажет. Один постался под кольцом. Но вот это черновая работа Фучки. Знал, мать я, что рядом. Рядом Грегор Фучка. И поэтому немножко поспешил с броском. И промахнулся, к сожалению. Базилий против Лэмбдона. Фучка идет ставить ему заслон. Размениваются армейцы. Базилий против Смодиша. Ну и преимущество подвижности. Базилий свое реализует. Вновь минус одиннадцать. Повторение самого большого преимущества Барса. В этом матче однажды армейцам удалось превратить эти минус одиннадцать во вполне, казалось бы, благополучный минус четыре. Но опять же, пауза в кричах, которую прерывает Джон Роберт Холден попаданием из-за дуги. Фу. Второй трехочковый Холдена. 45.37 мы проигрываем. Шесть минут ровно осталось до конца третьей четверти. Торнтон против Пополукаса. Вновь будет внутрь. Никто из армейцев идет о подстраховке. Идет, идет, идет. Мячами руками успевает забить мяч. И Холден поспел к раздаче слонов. Ну же. Браво, что он Роберт? Браво, давай, давайте, ребята. Второй подряд трехочковый Холден возвращает ССК на отметку минус пять от Барса. Фу. Очень нужно сейчас отзащищаться. Уильямс, естественно, попытается взять реванш. Вот как Фучка здорово придумывал в одном прыжке отдать передачу. Торнтон лезет под швы. Браво, смотришь. Браво, браво. Повпадение отдает на Пополукаса. Давай, обыгрывай. Обыгрывай. И браво. Обыграть до конца не удалось. Вильямс сфалил. Вот редкий случай, когда не просочился Теодор с Пополукаса. Сквозь защитника был похожий эпизод и в первой половине встречи, когда Хуана Карлоса Навара Папас не сумел обыграть. Ну что же. Второй форум Вильямса. Фео пробьет два штрафных. Хуан Карлос Навара возвращается в игру. У Барса меняет он Беннета. А четыре командных фола у Барселоны. Каждое последующее их персональное замечание будет наказываться пробителем двумя штрафных бросков. Но Теодор с Пополукас мажет с линии. Ой. Должен забить сейчас второй мяч. Забивает Тео и снова в минус четыре. Собственно то, с чего началась третья четверть. Обменялись соперники мощными оплеухами по 7-0. Друг другу привезли и все начинается заново. Фучка Уильямс наводится на своего партнера. Атакует за дуги точно. Батяж, но должен же он выходить, помогать своему игроку. Ну, сколько раз защитники Барселоны атакуют сегодня через наших больших изобилий. 7.15 трехочковый у Барса к этой минуте. Смодиш занимает позицию в центре трехсекундной зоны. Да, выиграл он здесь место у Кокеусиса и лишь ценой фола Кокеусис смог воспрепятствовать передаче. Да, как-то вот получается, когда меняются в защите испанцы, у них немножко получше это выходит. Когда наш, остается наш большой игрок против маленького испанцев. И не идут они в проход, они останавливаются и бьют. А наши игроки на самом деле правильно защищаются. Они должны держать дистанцию, потому что близко, если будет Вильямса, держать, смотришь, пройдет тот его. Но очень быстрый бросок. Браво, Матяж, браво, забивает он свое 10-е очко в этом матче. Но, к сожалению, продолжаем мы мазать штрафные. Очень и очень много для матча такого уровня. 8 очков подарили мы сопернику таким образом. Вот как раз их-то и не хватает армейцам, чтобы наконец настичь соперника. Догонять, сами понимаете, очень и очень тяжело. Особенно в таких матчах. 6 секунд на атаку у Барса. Навара будет решать сам. И решает. Смотришь, далеко находился. Один в один Навара обыгрывает любого игрока в Европе. Нужна помощь. Минус 8 у ЦСКА по полуказ. Лэнга начинает движение по лицевой. Навара за ним, как на роликах. Курбанов под кольцом. Здесь же Фучка. Но в пол же фол. И вот Фучка отбивается. Отбивается в защите и не позволяет Смодишу забрать подбор. Да, минус 8 для ЦСКА мяч у Вильямса. Все атаки Барселоны проходят после хороших засловов. Посмотрите, как сейчас. Один Кациусис. Но... Кациусис мажет и за дальним отскоком первым все-таки успевает Холден. Но там и Вильямс боролся. И Кациусис пластался буквально в подкате. Ну вот. Фол Фучки. Браво, браво. Прямо скажем, неочевидный эпизод. Очень хорошо, что неочевидный эпизод. Но Фучка. Третий фол получает. Душка Иванович выходит и объясняет в суде, что делал Фучка. А Фучка получает технический за... Очень хорошо. Очень активное высказывание своего недовольства по максимуму этого эпизода. А вот два грека, посмотри. Два грека между собой выясняют, кто прав, то не на вас. На родном языке могут поговорить четыре штрафных подряд ЦСКА. Да еще и владение. Очень неплохо. Нужно забивать Тео первой точно. 3.53 до конца третьей четверти. Есть, есть возможность подобраться к сопернику поближе. У Фучки четвертый фол. Это очень хорошо. Ключевую роль в защите играет этот форвард. И теперь вынужден он будет, конечно же, беречь себя немного. Но есть еще в запасе у Ивановича Марканата. С тремя персональными замечаниями довольно долго он сидит на скамейке. Технический Трэджин Лэнген выходит пробивать. Дважды точен, минус четыре и владение. Очень неплохо. Тем более, что всего лишь одно командное замечание. У армейцев в этой четверти могут они рисковать защите, защищаясь чуть-чуть агрессивнее. Очень нужно сломать в Барселоне нападение. Для этого, опять же, повторю вашу мысль, Виталий, все средства хороши. Браво, Теодорес! Браво! Вот тот самый эпизод. Фучка не был столь активен. Да, нечего. С кольцом. Вынужден он был наблюдать в основном за тем, как Пополукас из-под кольца набирает два очка. Ну что, станет ли это этот эпизод? Ой, как красиво! Как красиво! Браво, браво! Бежать, ребята, бежать! С нокаутем легком Барселоны. Минус шесть у них за последнюю минуту с небольшим. Иванович уже на площадке. Защищается вместе с Шеманда Уильямсом. Посмотрите, как бьет. И ударился мяч по боковую. Ну, бил же Уильямс. Смотришь, я сейчас покажу. Вот это же фоу-нападение. Вернее, фоу-защите. Нападение наши игроки были. Я уже превращаюсь из комментаторов в болельщика. Очень высоко напряжение. Как раз Траец возвращается в игру под восьмым номером. Три фола у него в пассиве. И очень отрадно, что у ЦСКА в графе Афцисты стоит цифра пять. Более командную игру ЦСКА демонстрирует. И благодаря этому, несмотря на то, что разница-то всего на два очка сократилась, было минус четыре, стало минус два. А командный баскетбол ЦСКА играет и внушает это надежды. Уильямс против Холдена. Вот сейчас ключевые моменты для Уильямса. Может он потерять контроль над собой? Браво! Браво! Браво под Курбанова и... Базилия! Что, наступил? Нет, три секунды даже определил арбитр. Забежал Уильямс. Трехсекундную зону довольно долго там финтил. И потом сделал скидку на периметр. Это три секунды. Пополукас здесь параллельно еще требовал и пробежку для Уильямса. Но внутри секунды с пробежкой это будет перебор. У нас по знакомству с одеянного. Смотришь, он занимает позицию в усах против Кокеусиса. Скидка на Лэндона. Разбрасывает нашу мяч по периметру. Браво! Пополукас и ничья 50-50. Фу! Вновь взвился над трибунами одинокий греческий флаг. Вот только непонятно, за кого же болеют эти отчаянные греки. За Кокеусиса или за Пополукаса? Подбор, подбор надо брать. Смодиш, хотя Траис, казалось, добирается к этому мячу через стену. Пас прорыв на Курбанова. Никита мажет и мешает Лэнгтону. Какая обидная ошибка. Тем не менее, эта ремиссина аплодирует своему юному форварду. Давай, Никита, все получится. И вся команда ЦСКА радуется каждому удачному эпизоду. Защищаться. Смодиш выходит на базилию. Подбор, подбор, батяш. Трубку отсекает его. И Пополукас прорыв параллельным курсом Холдену. Не получится быстрая атака. Холдену в угол. Джон Роберт. Браво! Плюс кризис от ЦСКА. Тайм-аут. Берет Душка Иванович. Минута 40 до конца. Мы, наверное, впервые в этом матче выходим вперед. Машут флагами и поддерживают. Не дают Барселоне атаковать. Роджер Гримал под 44-м номером появился на площадке у Барсы. Навара против Лэндона Фолд Рэджин получает. Но это всего второй фолл армейцев. В этой четверти, да. Вантерпул готовится вернуться в игру. Кого он заменит? Заменяет Лэндона. Достаточно долго, да, и дотвуствовал. И меняются они игроками. Пополукас отправляется к Наваре. Лэндон будет отвечать за Базилия. Роджер Гримал. В угол Навары тот атакует, не задумывается. А Вайхолден, давай, нарезай. Да, не удалось размотать быструю контратаку. Смодиш опрокидывает. Здесь под кольцом Траеса, который просто как ядовитый плющ обвивался вокруг нашего мощного форварда. Браво, как обманул Пополукас, как он обманул Тримао. Он показал всем сам видом, что отдаст пас Монтерпулу. Тримао уже был там, перехватывал тот пас в это время. Справа два шага, фолл. Пополукас на линии штрафных. Тео самый результативный пока в составе ЦСКА. 16 очко записывает он на свой счет. И за одну минуту 10 секунд плюс 5 у ЦСКА после двух попаданий Теодороса с линии штрафных. Роджер. Роджер Гримао на позиции разыгрывающего. Навара и Базилия готовы открыться под бросок. Здесь зарылся Гримао и что? Фолл. Ай-яй-яй. Недотерпели, недотерпели. Армейцы уже замыкалось. Должна была замыкаться эта атака на Гримао. Сходились наши и некуда было ему деваться в этом эпизоде. Очень здорово вел Вантерпул. И по-моему, вы знаете, чисто все-таки выбил мяч у Гримао. Впрочем, я могу ошибаться. 50-42. Мелобарса. 50-55. Сейчас она проигрывает. 13-0. Рывок ЦСКА. Блестящая защита. 52 секунды. Пополукас против Гримао. И два лучше наши стали защищаться на периметре. И вот и Кокеусис понял, что трюльникам и бросить не дадут. Вынужден лезть под кольцо. Забивает. Но очень тяжелый мяч. Вовсе не обязательно, что еще раз такой Кокеусис забьет. 35 секунд. Последняя атака в этой четверти. Вновь останется за Барсой. Так уж получается по ходу всего этого матча. С Модишу, наверное, чуть менее активно нужно размахивать руками. В этих суровых единоборствах под кольцом. Барсой. Давай, давай, давай. Давайте, ребята, посмотрите, какая. Какая борьба в портре. Мешаная борьба в портре. Гримао получает персональное замечание. Гурбанов и Вантерпул бились, как львы. И выгрызли, буквально выгрызли этот мяч для своей команды за 19 секунд. Да, будет у Барса более чем достаточно времени на ответ. Но зато ЦСКА может пополнить свой лицевой счет. Иванович негодует. Вот повтор этого эпизода Иванович негодует. Каждый раз, когда мяч у другой команды. Будто ЦСКА или кто бы то ни было. Что делает Иванович нам на самом деле? Все равно. Да, если не сказать больше. А как пробьет штрафный Вантерпул очень важно. 19,1 секунда до конца. Третьей четверти на линии штрафных Дэвид Вантерпул. Два очка на его лицевом счету. Оба очка он забил с линии штрафных. И имеет еще один шанс. Дримао. Ну и смотрим мы, что будет делать гордистов обороны. Холден приклеился к плану Карлуса Навара. Здесь понятно. Пополукас откатился под свой щит. Иван Терпул реализует первый штрафной. Курбанов и Смодиш готовы побороться за отскок. На переднюю дужку приходится этот выстрел. Но все-таки проваливается мяч кольцо. Разбираются армейцы в обороне. Да, Пополукас прихватывает Базилия. Роджер по-прежнему на розыгрыше. Но вот сейчас план Карлус Навара берет мяч в свои руки. Будут ставить ему заслоны. Будут пытаться выпустить. Курбанов готов страховать. Холден восстанавливает позицию. Кокеусис внутрь. Мажет Кокеусис в Антерпул. Секунда до конца. Дэвид летит, летит. Не попал. 57-52 в пользу ЦСКА после третьей четверти. У нас короткий двухминутный перерыв, после которого мы продолжим. Телеканал «Спорт» продолжает свой рассказ о втором полуфинальном матче Евролиги между ЦСКА и Барселоной. 57-52. Армейцы в третьей четверти вышли вперед. Вновь был голевой затык на старте третьей десятиминутки. Три с половиной минуты. Армейцы играли без очка и за это время получили в свое кольцо 7 безответных. Вновь минус 11. Стало дважды. Армейцы подходили к этой отметке и дважды умудрялись вернуться в игру. Очень вовремя. Два трехочковых подряд забил Джон Роберт Холден. Единственный в составе армейской команды, который реализует эти дальние броски. Причем делает... ...четыре... ...всей команды. Теодор Аспополука с 17 очков. Это его сезонный рекорд в матчах Евролиге. Тоже вдохновитель армейского штурма. Начало которому положил Фучка, получивший фол. И следом технический. Четыре штрафных и владения было у ЦСКА при счете 42-50. И вот после этого момента рывок. Могучий рывок. 12-0. Армейцы продемонстрируют. Ай-яй-яй. Теодорос по полукасу на Никиту Курбанова. Как обидно. Вынужден Душка Иванович своего Джокера выпустить на площадку. Четыре фола у Фучки. И нужно, наверное, играть через игрока, которого тот держит. Гримау по-прежнему на площадке. Фучка появился на паркете. Три фола у него. Три у Марконата. Добавляет мощи в передней линии Душка Иванович. Так как нужно что-то менять. Нашли армейцы вроде бы управу на периметре на барселонских дальнобойщиков. Итак, Гримау, Марконата, Фучка, Базилия и Хуан Карлос Навара. Курбанов отправляется на лавочку Панов вместо него в игре. Умница Никита. Несмотря на то, что не забил он голы и вроде бы из-под кольца мазал. Ну здорово защищался и достаточно долго ему. Ну и потом это тот самый случай, когда за одного битого двух небитых дают. Полученный в этом матче опыт станет неоценимым подспорьем для Никиты Курбанова в будущем. Фучка забирает очередной подбор под своим щитом. Пока без забитых мячей. Минуту команда отыграли в четвертой четверти. Гримау продолжает разыгрывать. Отрывается Хуан Карлос Навара. Панов поскользнулся, потерял равновесие и зацепил. Зацепил Навара. Просит успокоиться Юнгенбрандт в скамейку. Барсы, которые требуют неспортивного фола для армейского капитана. Сергей этого фола на самом деле не заслуживал. Поскользнулся он и пытался сыграть мяч. Сорвал атаку. Два фола у нас уже есть. И Гримау с мячом против Вандерпула. Панов. Здесь предлагали помочь ему заслоном и Фучка, и Марканата. Но опять же, на нашей части не очень... С не очень большой выдумкой действует Гримау в нападении. А вот фол здесь Джон Роберт Холден получает в единоборстве с Навара. Это второй командный у армейцев. И второй фол персонально для Холдена. Нет, Смати же, Смодиша показывают нам, но это на табло, не на экране. 8.47 до конца четвертой четверти. Да, третья команда у ЦСКА. И третья у Холдена. Гримау. Пока в основном раздает. Вот здесь закончил ведение в неудобной позиции. Базилий вынужден забирать был мяч из рук. Двоечка с Марканата. Против него Вандерпул. Панов с Базилия. Но Трюльник не дал забить. Гримау. Плохой пас. 6 секунд на атаку у Барса. Базилий из угла. И забивает. Как обидно, но не засчитывают арбитры это попадание. 3 секунды у Марканата они фиксируют. Очень хорошо, что так произошло. Мяч у нас по-прежнему счет. Да, обидно было бы получить под занавес нападение трехочковый. Счет еще ни одна из команд не увеличила свой. 52-57. Великолепную защиту по ходу матча демонстрирует и та, и другая команда. Холдон сегодня не может трехочковый. Пять из пяти. Пять из пяти. итак уважаемые друзья здравствуйте мы на финале четырех евролиге к сожалению пропала у нас на некоторое время я надеюсь пропала связь с прагой и пока она не восстановится с вами в студии на шабаловке буду я зураб считая так продолжается полуфинал крайне важная для нас игра и впереди csk 60 55 сейчас фол фиксирует на джоне роберте холдене в атаке csk и осталось осталось не так долго но это будут самые тяжелые минуты продолжается атака csk итак фиксирует под кольцом csk вылимся но тем временем восстановилась у нас связь с прагой я передаю слово нашим комментатором виталию носовую роману скворцову и так штрафные сейчас будут исполнять баскетболисты барселоны шаман вильям становится на линию только что видели вы на своих экранах статистику двух очковых попаданий 50 у барса и 33 у цска все это следствие потрясающей повторюсь потрясающей игры в обороне и той и другой команды а у нас сразу шпигель уильямс мажет мажет второй штрафной но не сумели армейцы забрать подбор ван дэн шпигель возвращается в игру плюс 4 у цска за 6 55 до конца четвертой четверти ван дэн шпигель меняет смодиши нужно материю отдохнуть чтобы со свежими силами на концовку он остался да зону играют армейцы ой какой хороший пас был на сучку не справился уильямс внутрь отличная скидка на марканата тот под 180 точек плюс два у цска плюс два у цска и по полукаса очевидно нужно на площадку выводить да это ромиссины это и делает отправляется к скамеечке судейского столика по полукас вернее нет там скамеечки садится он прямо очень вовремя лэндон становится вторым баскетболистом цска реализовавшим трехочковый бросок снова плюс 5 защита защита ван торпу против торнтона ван дэн шпигель пошел на подстраховку и на грани пробежки избавился торнтон от мяча уильямс потрясающий мяч каждый мяч каждому из игроков любое спорта борщику команду достается с кровью по иначе не скажешь все через руку смажет и не пускает марканата ван дэн шпигеля на этот подбор капитан армейской команды конечно же имел право на этот бросок но может быть и рано хотя опять же здесь все двояко забей сейчас панов и мы бы говорили какой герой какой молодец сергей юрьевич это не значит что он не молодец все равно каждый из нас также готов вернуться на площадку фучка панов его загнал под кольцо но все-таки фучка и схитрился сделать скидку на торнтона и тот набирает свое одиннадцатое очко в этом матче 63-63 ничья да холдон лэнгдон ван торпу под кольцо здесь и фучки право право и фалами бросились они вдвоем крыть в антерпул и забыли про ван дэн шпигеля который очень вовремя пошел за этим подбором торнтон панов оттай скажи мяч и отобрал отобрал оттай его скорее там партерия настоящая но нет все-таки разошлись без кровопролития обошлось не нужно сейчас связываться в эти схватки не имеющие отношения к бискетболу нужно связываться во все что может привести победу холдэн 6 и 6 3 очков и плюс нет похоже наступил похоже наступил на линию два пальца держит арбитр 67 63 плюс 4 у циска смотришь и по полукас сидят у нас и ждут свои вот часа и вся армейская скамейка запасных на ногах браво еще один принимает на себя тормтона панов конечно же полукрюк проходит через площадку сергей панова делает разрыв в этом матче плюс 6 для циска это максимальный отрыв вы ли начинает нервничать пытается выяснить тут он юген бранда недоволен над игрой вантерпула в предыдущем эпизоде хотя все здорово вантерпул сделал принял на себя пана карлоса навару удалось пока лимитировать вместо обычных 15 и всего 10 принес он своей команде вот этих пяти очков барсе как видим мы не хватает и так армейская возвращается на паркет по полукас вантерпул лэндон смодиш ванден шпигель у барсы навара уильямс марконата базилия и фучка что еще очень хорошо для нас нету тушки иванович и больше ни одного тайм-аута у витара миссии этих тайм-аутов 3 и брать он их сможет тогда когда будет нужно ему да единственное что расстраивает нас концовки то что выбрали уже армейцы лимит командных замечаний хотя с учетом того что мы ведем в счете это как раз нам на руку то что у барсы всего одно командное чтобы поставить армейцев посадить армейцев на штрафные придется еще стараться и стараться вантершпигель чересчур оптимистичный пас выдавал на вантерпула что на минуточку показалось томасу что дух николы вучича в него вселился и очень тонкую он передачу отдавал под кольцо на партнера но на самом деле сумел вантерпул ее выловить может он это сделать но не получилось сейчас ничего страшного тем более тодоров с папулака скоснулся мяча сорвал быструю контратаку холден против вильямса вандерпул против навара постоянно меняют витара миссии на игрока который держит навара и не получается тому показать все на что он вцепился в навара и не позволил тому получить мяч базилия свой коронный бросок и мажет какая там схватка под кольцом сучка великолепен я не побоюсь этого пучка великолепен сегодня пусть он играет чужой команде но то что он сегодня демонстрирует по-прежнему ни одного очка на его счет ну но это уже третий подбор на счету фучки в нападении 11 отскоков он собрал трижды ассистировал своим партнером два перехвата 5 блокшотов это ли не мега коллекция но странные базы ты здорово здорово что не приближается к нам барселона а фучка четырьмя личными замечаниями играет блестящую защиту демонстрирует первое очко свое в этом матче набирает грегор фучка сергей панов возвращается игру вместо вандель шпигеля плюс 5 у цска за 3 минуты 4 секунды до конца четвертой четверти кажется время стало навара пытается там прессинговать холдена но пока не усердствует армейцы выбрали медкомандных замечаний по полукас против уильямса должен использовать свое преимущество в росте уильямс фалит уильямс показывает что зачерпывал по полукас за спиной рукой безмолвствует арбитр душка иванович вы сами все видите чем занимается душка иванович эта манера замечательного наставника вот нужно а нет сергей не стал иванович пока что по новой пробежкой по новой пробежке последний раз было четыре года назад настолько это запало в душу марканата четвертый фолст ноги посмотрите тяжеленный мяч забивает 71 64 а начинался этот матч того что цска 6 минут не мог забить ни одного очка здесь и сейчас плюс 7 за 2 40 до конца четвертой четверти ничего еще не решено вот он настроит то борьба на каждом сантиметре на этом миллиметре площадке забивает модишу модифа бонусный штрафной плюс 8 у цска за 237 и вновь просим мы защиты ребята защита смодиш далеко выходит за марканата по праву возвращавшийся в оборону базили успел зацепить смодиша и зуба мать и шоку наверно будет сумел была ли фаза броска была была арбитры это четвертая командная у барсы в этой четверти все теперь они могут пытаться спастись за счет штрафных как и усе собросает бой душка иванович меняет он марканата понятно что теперь ставку на дальние броски придется делать барсе как и усе смастер таких бросков правда сегодня в этом поприще не особенно проявил у меня такое ощущение что болельщики макаби тоже кричат цска пусть тихо вроде бы в одном секторе находятся все наши но вот они напротив нас то мы слышим за спинами эти крики кто это кто это роман где они вы хотите 24 до конца четвертой четвертью 9 у цска и нет плюс 9 расстроим у него тишь своим промахом холден против вылимса здорово панова бандов проделимся давай серёга загоняет под кольцо здесь идет на подстраховку смодиш и спалом тяжеленный мяч шамонт вильям забивает очень индивидуально силен этот парень один на один может обыграть кого угодно даже панова давили в 20 очков отметку перешагнул и оставляет оставляет своей команде надежду на спасение в этом матче плюс 6 у цска а вот это вот панов по полукас сверху работает работает самонаводящийся волшебный самонаводящийся пас армейского капитана вновь находит под кольцом руки по полукаса его сверху это что-то в эту надо здесь полтел получает . требует засчитать это попадание но покажут арбитры даже того чтобы засчитать нужно чтобы провалился сквозь сеточку а не было этого не видели бы тортон огрызнувшийся сегодня одиннадцатью набранными очками при очень неплохом проценте попаданий встает на линию реализует первую попытку продолжая увеличивать свой снайперский счет 12 уже на его счету три баскетболиста барса набрали 10 очков и более навара уильямс и вот как раз тортон но самое главное что барса набрала 69 очков циска 75 минуту 56 решающие две минуты четвертой четверти у нас замена вместо панова вышел вандерпул совсем легкая пятерка в этой легкой пятерки на смотришь выводит мяч при наличии холдона по полукаса вандерпул и лэгдона широкая специализация армейцы не торопятся в позиционном нападении может быть конечно ситуация не требует немедленной атаки а вот сейчас требует истекает время холдон мажет из-за другие едва ли не первый раз в этом матче да нет точно первый барса не будет раздумывать и уильямс сокращает разрыв счете до трех очков в раннем нападении 72-75 и барса прессингует будет фалить вандерпул нужно не избавляться от мяча мне кажется не будут они фалить нам нужным кто бы заслон бы поставил болельщики макаби определились в своих пристрастиях болеют они против циска пусть болеют полкова что-то было что что фолка в упал торт он получил органальное замечание смотришь успокаивает лендона немножко завелся он в этом эпизоде после того как ударили его по рукам отмахиваться начал но вот и армейцы армейские болельщики отметились с зажиганием фаера на трибуне да больше пяти командных замечаний у той и другой команды лендон на линии штрафных напряженнейшая концовка в духе мбе и нас ожидает да но нет больше тайм аута ивановича хорошо это право лендон минута 5 секунд до конца четвертая четверть чтобы тот не размахивал руками а макаби болеет за барселону точен лендон и во второй раз модиш тут схватился с ручкой под кольцом и уже прессингуют армейцы холдом берется за уильямса не дает ему разогнаться пройдет время на атаку и последнюю минуту четвертой четверти пошла трех очков ему сдать не дать на фучку доставляет мяч мажет фучка и борьба под кольцом ну а а борьба-то было выдумали друг другу как только за вантерпол не вырвали этот мяч довольно рискованный пас на холдена базили рядом о как пока все на тонкого но вот сейчас можно привести дух в этой атаке 10 секунд у армейцев на бросок по полукас против торнтона пол нападения а вот а дороса пол нападения есть купил арбитров но купил пускай купил плюс 5 у нас до тридцать до до четырех десятых до конца четвертой четвертой не пробиваются лендон и холден вдвоем прихватывают уильямса пользуясь тем что базилий выносит мяч из-за лицо в принципе одно с другой стороны лендон не стал упорствовать считает он что отобьется браво 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 нет не браво 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 сначала смотришь потом потом и тортон нет только не это выигрывает кухиус из подбор фучка успел а с чайным в отчаянном броске по полукасу успел фучку зафалить фучка бьется как лев вроде бы у смотришь и был мяч фучка отобрал его потом потерял смазал опять подобрал а сейчас будет бить штрафные он не очень хорошо это делает и наверное нужно сейчас большого игрока может быть сергея по новому на подбор поставить потому что с одной стороны у нас будет смотришь а другой наверное в вандербулу придется бороться за подбор да фучка 58 процент попаданий штрафных сезоне но сейчас такие моменты конечно мобилизует он все чему научился за много-много лет в баскетболе на высочайшем уровне и наверное не стоит надеяться на его промахи первой штрафной фучки может быть он специально это будет делать мы же не знаем что там придумали испанцы но она играет смотришь подборки киусис на отмыша лупит смотришь и получает не спортивный взгляд с абсолютно справедливые блестящим мы видим сергея кучерка который радуется до наших граба вместе с ой господи или с рядом с ним в армейской форме министр обороны российской федерации президент купечительского совета федерации баскетбола россии сергей иванов брала батя сбрала первый мяч 10 и 7 остается до конца четвертой четверти владение останется за цска своем интервью сергей кученко сказал что он носит костюм один у него есть которым когда вы одевает команды никогда не проигрывает этот костюм сейчас найдем почему же он почему же не надевал его на предыдущий финал и 4 ну не знал наверное купил недавно но сейчас 6 80 десяток до конца плюс 6 плюс 6 цска и что армейцы начинают праздновать победу на площадке скамейка пока держится хотя там уже вандан шпигель счастливый вандан шпигель трясет захара пашутина мы ни разу не выходили финал евролиге у лет и сейчас это ремиссина ни разу не проигрывал в полуфинале это ремиссина аура оказалась сильнее это аура сильнее цска финале евролиге у лев сыграет она торнтона запустили почти три целых шесть десятых секунды фучка ценой пятого холла все-таки останавливает секундомер 2 и 9 барса продолжает надеяться но надеяться уже практически не на что цска выходит финал евро кубка финал евролиге последний раз это было так давно что уже даже и неправда в семьдесят третьем году цска последний раз сыграл финале кубка европейских россия поставила рекорд шесть финалов за один год у нас три титула мы имеем ни одна команда еще в европе не имела четыре титула в одном сезоне и послезавтра половина одиннадцатого по москве вы можете увидеть то так циска финале будет иметь право побороться за титул а барселона демонстративно благодарит своих болельщиков за то что они считают что что-то не так было но ли какая разница сколько справедливости цска испытала сколько сергей кущенко со своей команды шел к этому финалу 2,9 секунды отделяет цска вот первого в современной истории выхода финал евролиге чем он вы лиц расстроен качает головой очень тяжелые взгляды кидает по сторонам апеллирует здесь первому ряду комментаторов часы до нас доберется пускай кивают кто хочет но невероятным сегодня был отрезок когда 10 минут цискани бог забить мяч 6 половиной в начале первого первой четверти три с половиной минуты в начале 2 11 минут цискать не мог забить то собрались на каждом отрезке этого матча на каждом метре на каждом сантиметре бились и добились своего затягивается матч нешуточный характер армейцы продемонстрировали дважды выступали они в счете по 11 очков и все-таки смогли преодолели себя наши красно-синие парни и сейчас считанные секунды отделяют от победы мы поздравляем эту рубежину и желаем чтобы все самым благополучным образом разрешилось его маленьким сыном напомню был он госпитализированный ночь перед матчем всю ночь не спал миссина был он в больнице вместе с сыном и конечно это победа бальзам на его душевные раны а сергей кущенко ждет когда у него родится ребенок мы не знаем родился ли нет срок был поставлен вчера может быть это произошло нет у нас этой информации на то что циск в финале информации у нас есть есть информация что циск в финале до 1 по полукас бежит за греческим флагом надо дать армейский флаг нашим игрокам ну что же за счетом 84 75 циск одерживает победу во втором полуфинальном матче евролиги тренер это ренессина одерживается со своими командами шестую победу в полуфиналах евролиги мы поздравляем и желаем армейцам успехов финале для вас калстали коментарии виталий носов роман скворцов до новых встреч до встречи после завтра на финале половина одиннадцатого по московскому времени до свидания